Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами поговорим, на мой взгляд, о самой интересной работе музея, о работе экспозиционной, о работе экспозиционного отдела. Вот в моем отделе, потому что экспозиционном, эта работа стоит под номером один. Почему? Потому что, ну, вы, я думаю, в своих музеях строите выставки, экспозиция, конечно, это уже более большой формат. Но что вы делаете для этого сначала? Конечно, сначала пишется концепт, концепция, концептуальный план. Можно его по-разному назвать, но та идея, которая потом воплотится в вашу выставку. Затем пишется тематическая структура. Если выставка небольшая, то просто структура, где вы разбиваете темы, подтемы, комплексы, на ту интересующую вас тему, которой будет посвящена эта выставка или экспозиция. А потом начинается самое интересное, наверное. Это отбор экспонатов и расстановка их по витринам или по иному оборудованию. Я эту работу очень люблю. Наверное, 25 лет работы в музее. Я ее просто обожаю, потому что, наверное, это самое интересное. Хотя, прежде чем эти экспонаты отобрать в фондах, уже когда эти предметы записаны, еще одна интересная работа собирательская. Когда мы берем предмет и говорим, ой, вы знаете, я в таком-то году этот предмет сам принес в музей, сдал. И как приятно, что он будет теперь на этой выставке. Я думаю, что вам все это знакомо. Но вот, например, давайте с вами по нашему кровеческому музею поговорим. Вот у нас сейчас очень большая выставка, например, в которой сейчас я нахожусь, называется «Стагия по 50-м». Прежде чем начать написать концепт. Какая работа была проделана. Вы не представляете, сколько было просмотрено фильмов по 50-м годам, потому что нужно было показать интерьер квартиры. Я заводила прямо в интернете фильмы, связанные с 50-м годами, чтобы посмотреть квартиры. Чтобы не ошибиться, потому что когда люди приходят в музей и смотрят, говорят, а у вас неправильно, у вас телевизор 60-х годов, а лампа 50-х, вы уже вышли из времени. И естественно, что научному составу дают всегда замечания. Чтобы этого не было, мы очень терпеливо, кропотливо относимся именно к написанию вот именно этого концепта. Поэтому было просмотрено немедленно фильмов, чтобы сделать комнату 50-х, комнату, кухню и только самое начало, коридорчик. И затем идут все 50-е, которые прошли по нашей области и конкретно по городу, тогда еще Сталинграду. Сталинграду. Это строительство годовского канала. Как без него? Сталинград без этого представить вообще невозможно. Сталинграду без этого представить вообще невозможно. Строительство планетария. Ну а больше всего посвящается просто человеку. Это витрина свадеб. Великолепные свадебные фотографии. И тут же стоят два манекена в платье того времени. Говорить об этом можно бесконечно. Какие были фасоны, какие были платья, потому что 50-е годы это исключительно только натуральный шов. Затем появляются детки. Следующая витрина. Игрушки, фотографии, книги. Наше фотоателье на улице Мира, 18 нам повезло в музее, потому что у нас есть фотоаппарат павильонный оттуда. Именно из этого фотоателье. Когда подходишь именно к этому интерьерному показу, это такой стиль. Затем культура, спорт, образование. Естественно, стиляки. А теперь мы с вами поговорим о размещении, о самом монтаже выставки. Или, как мы правильно говорим, профессионалы строительской выставки. Где что должно располагаться. Если мы берем с вами витрины. Верхняя часть это планшет. И в верхней части обязательно что мы показываем. Это фотографии, документы, награды. Какие-то мелкие книги, мелкую пластику. То есть низ, если мы, вы понимаете, что ниже пояса, уже нужно только утяжелять. Потому что внизу нельзя показывать фотографии конкретных лиц. Естественно, категорически запрещается показывать награды. Мелкие документы, удостоверения. Это только вверх. Низ мы можем утяжелять. Фотографии внизу можно показать только те, которые общего плана. Которые не аннотируются. Потому что аннотируются в любой витрине, в любой экспозиции. И в первую очередь это фотографии. Документы, если они смотрибельные и читабельные, аннотировать не надо. Ни газеты, ни книги, где человек может подойти и сам прочитать. Награды обязательно. Естественно, любой предметный ряд обязательно. И в любом расположении, мы сегодня с вами тоже немножко поснимаем, по выставке посмотрите по расположению. В любом размещении должен быть воздух. Нельзя все это вот так вот вместе совмещать. Должно быть красиво, эстетично, но и должно быть методически правильно. То есть мы не можем выше своего роста размещать какие-то предметы или ниже своего роста. Чтобы это было очень красиво. Если мы ставим манекен, например, с левой стороны, то вниз манекена обязательно ставится, если мы хотим какой-то предмет поставить, обязательно подиум. Подиум, если он эстетический, можно так показать, если не эстетический, то обязательно чем-то накрывать. Нельзя ставить предметы на одно уровне, внизу, потому что это некрасиво. Вы даже сами посмотрите, когда будете размещать предметы, надо отрывать, показывать на разных расстояниях, на разных высотах. Тоже обязательно чем-то накрывать. И аннотация пишется, сначала пишется имя существительное, потом прилагательное. Вот мы, я сколько работаю в музее, все время по-разному пишут аннотации. Раньше написали, например, настенные часы и обязательно дата. Без даты категорически аннотации, это считается ошибкой. А сейчас пишутся, например, часы настенные, конец 19 века. Раньше писались настенные часы. Как угодно. И самый важный фиг, который я не упомянула, естественно, что в любой выставке, если она касается истории края, необходима, это главный критерий, это хронология. То есть располагаются предметы только по хронологии, по годам. Допускается нарушение хронологии только в том случае, если выставка посвящена какой-то коллекции, если она показывается в комплекс. Например, отдельные игрушки, отдельные музыкальные инструменты, отдельная мелкая пластика, отдельная скульптура, например, конкретного человека. Там допускается, если, например, скульптура 50-70-е годы, конкретного кого-то художника, скульптора, это допускается. Но чтобы было методически правильно, чтобы любой наш посетитель зашел в музей и увидел выставки, через нашу выставку вошел как-то, полистал страницы нашего края. Нужно, чтобы было все красиво, эстетично, и чтобы все это было правильно. Чтобы нельзя, чтобы умный человек зашел, например, приходят там наши сотрудники из Ромитажа, говорят, а вот у вас там не то сделано. И сразу вызывают, говорят, тут у вас стоит стул из 60-х годов, а у вас выставка посвящена 40-м годам. Это грубейшая ошибка. Но такое замечание могут сделать только профессионалы, наши же музейщики. Поэтому нам нужно стремиться к тому, чтобы никто нам замечание делал, а только мы могли радовать наших посетителей правильно оформленными выставками, радовать их, и чтобы люди почаще приходили в музеи.